Реа-Новости. Подкасты. Ясно. 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 Понятно. Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. А еще пытаемся понять, что, наконец, со всем этим делать в студии Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет. А еще этот эпизод мы подготовили вместе с московской международной книжной ярмаркой. Это старейшая и крупнейшая ежегодная книжная ярмарка в России. Я уже сходил. Я тоже. Блин. Ксюша не успела. А ты сходила? И вот с первых секунд подкаста я начинаю чувствовать себя необразованной, невеждой. Почему необразованной? Ну, не сходила, не сходила. Вот мы, кстати, сегодня будем обсуждать, что на самом деле нужно знать и в чем разбираться для того, чтобы считать себя образованным и необразованным человеком. Потому что мы сегодня позвали в гости Николая Жаринова. Это филолог, литературовед, писатель и главный редактор Альманаха и YouTube-канала Artifex. Здравствуйте. Привет. Добрый день. Приветствую. Мы сначала хотели разобраться, какой человек считается образованным в наше время. Потому что как будто бы в 18-19 веке образованный – это вот тот, кто знает французский, играет на каком-то музыкальном инструменте, желательно, чтобы он еще рисовал, как-то стихи более-менее писал. В 20 веке в Советском Союзе образованным человеком был тот, у кого есть высшее образование, и еще было модно разбираться во всякой технике. Потому что дед у меня гуру просто электроники до сих пор. На самом деле, на самом деле, мы всегда, когда начинаем готовить какой-нибудь эпизод подкаста, у нас начинается спор. Потому что я там, например, Ксюше говорю, ну вот это вот как в том фильме. И Ксюша такая, я не смотрела. Да. Я такой, да как ты могла не смотреть фильм? Я думала, попозже про это поговорить. Ну, с этого все и начинается. А потом, как бы в какой-то момент, Ксюша начинает меня тоже подлавливать какие-то моменты, которые я не знаю. Есть разница такая, о, вот как ты можешь не знать там того-то фотографа, например. Ну, потому что, да, извините, я их не изучала, Ксюша изучала. А я им всем потом говорю, ну, кто-то из вас знает одно, кто-то другое. Невозможно все знать на свете. Я не знаю ничего. Если только чуть-чуть, я знаю, что я ничего не знаю. И, собственно, исходя из этого, у нас самый такой первый основной вопрос. Это есть ли вот это вот современное понимание образованного, интеллигентного, ну, может быть, не всезнающего, но человека с широким кругозором? Какое-то такое вот четкое понимание. Да, конечно. И я могу вам сказать только одно. Но никогда еще в мире не было такого количества образованных людей, как есть в наши дни. Это высчитывается элементарно по статистике. Население давно за 7 миллиардов. Сколько из этих людей умеют читать, писать и владеют определенными специфическими знаниями? Когда у нас идет ориентация на 18 век, то есть что в 18 веке считалось уровнем образования? Опять же, это очень относительно, потому что, да, можно сказать про игру на фортепиано, на других музыкальных инструментах, на стихии. Но давайте честно, скольких поэтов из 18 века мы знаем. Если учитывать уровень образования грамотным, в лучшем случае был 1% населения. Потому что 98% России — это крестьяне, которые как бы просто не умеют ни читать, ни писать, и никакого уровня образования нет вообще. Еще лучший пример. Вот мы говорим 19 век, какое было прекрасное образование в России. Случай с Ильей Ефимовичем Репиным, когда он писал своих «Бурлаков» на «Волге». То, что от него крестьяне сбегали, потому что были полностью убеждены, что когда художник изображает их на картине, он у них ворует душу. И Репина они считали агентом дьявола. Это как сейчас закрашивают лица детей. Да, на фотографии. То есть, понимаете, процент глупости, он был всегда и всегда примерно в одном проявлении. Вопрос в том состоит, что сейчас это больше бросается в глаза только из-за наличия массовой культуры, которой в 19 веке, например, еще как таковой не существовало. Потому что, в принципе, не было понятия массового общества в том виде, в котором оно есть сегодня. Ну а как же все вот эти вот истории про известную интеллигенцию, про тех же декабристов, вот это вот, как бы вот вся вот эта суперинтеллигентная тусовка, которая не просто там, ну как мы, грубо говоря, там что-то там общается, обсуждает, а пишет стихи, музыку, вся вот эта вот. Ну, есть такой флер вот этого 19 века, что как будто бы там были мегаумы. Тот же Ломоносов просто. Ого! Стоит там десяти обычных людей. Но как бы вам сказать, Ломоносов был тот еще буяный. Если посмотреть на его биографию, там, конечно, все не так просто. С тем, что большую часть своих споров он в основном решал кулаками, потому что обладал недюжей силой, поэтому там заседания проходили тоже в разном виде. И такое было постоянно. Просто есть романтизация образа. И вот романтизация образа советского образования, которое, да, действительно имеет место, потому что в Советском Союзе было великолепное образование, это был культ образования. Иметь высшее образование было почетным, достойным, и люди действительно к этому стремились. Сейчас этот тренд очень сильно сменился, потому что сейчас все перешло на то, что ты должен финансово реализовываться в жизни, а образование тебе может в этом плане и не особенно пригодиться. Но на самом деле и этот тренд тоже меняется. Потому что нужно просто понимать контекст эпохи. В 90-е годы было всем недообразование, потому что все ориентировались исключительно на то, чтобы хоть как-то выжить, и, соответственно, зарабатывание денег было основным. Но сейчас, когда все доходит до определенного момента, отсюда популярность курсов огромная. Но в то же время высшее образование, оно себя изживает наряду с развитием вот этих всяких курсов. Ну, естественно, потому что высшее образование у нас строится, ну, давайте так, смотрите, в современном мире для того, чтобы, например, реализовываться в плане IT-технологий. Вопрос состоит в том, как подобные вещи изучать в университете, потому что университет – это всегда выстроенная строгая программа, которая утверждается на самом деле на десятки лет. Потому что все нововведения в образование вводятся очень тяжело и очень со скрипом, потому что нужно подготовить педагогов. А самообучение педагогов – это задача достаточно тяжелая. Можно посмотреть, например, с медициной. Медицина – это та область, где постоянно происходят новые исследования, где врач все время должен заниматься самообразованием, все время читать последние труды. И если он вдруг в какой-то момент закостенел и больше не может ничего делать, он уже не является хорошим специалистом. То же самое, например, происходит с IT-сферой, потому что здесь меняется все вообще постоянно. Причем с такой скоростью, что ты не можешь ввести программу на 10 лет. Как и в медиа, кстати, мне тоже кажется. Да, везде сейчас, мне кажется. Ну, мы делаем. Потому что, ну вот, кто бы мог предположить, например, еще, что журналистика, в принципе, по классу настолько сильно изменится. Вот есть у тебя преподаватели журналистики, которые там рассказывают о том, например, как они прямые эфиры вели в 80-е годы, ну и ты берешь такой, запускаешь FaceTime, вот там прямой эфир с Америкой. Салют. Зачем мне это знать? Ну, это еще хороший вариант, когда он про 80-е рассказывает, на самом деле. Это действительно очень сильно накладывает свой отпечаток. То есть нужно просто подстраиваться под эпоху. Я всегда говорил и говорю то, что самое основное – это не академическое образование. Академическое образование энциклопедическое, оно важно, оно полезно. Но самое важное, что есть у человека – это его тяга к знанию, его самообразование. Образованным человеком можно назвать не того человека, который очень много знает, а который умеет применять те знания, которые у него есть, и который все время стремится к развитию. Который в этом развитии просто не останавливается. Потому что, когда появляется новая какая-то область, он хочет узнать то, что будет полезно для него. Потому что быть энциклопедистом сегодня – это уже не то. Будешь ты со своими энциклопедическими знаниями, зачем они есть? Можно залезть от Википедии до чего угодно и посмотреть всю информацию, например, по датам, по всему остальному. Зачем эту информацию держать на данный момент в голове, если есть ресурс, которым ты можешь пользоваться 24 на 7? То, что будет просто забивать у тебя канал информации, потому что мозг не резиновый. Когда лучше тебе запоминать определенные схемы действия, определенные моменты, факты, взаимосвязанность событий. Да, например, даты помнить нужно, но только в контексте того, как это могло быть взаимосвязано с другими ситуациями. Так возвращаясь к вопросу-то. Есть ли та золотая середина современного человека в 2020 году, которая будет считаться образованным с точки зрения нашего времени? Не ссылаясь на 18 век, где все были безграмотными, а именно вот сейчас. Считается ли нормальным не знать Достоевского, но знать последний фильм Нолана, например? Или знать то, что сейчас популярно в современной академической музыке, но вообще не слушать Баха, к примеру? Смотрите, во-первых, это предположить не особенно возможно, если человек, который разбирается в современной академической музыке, не знает Баха. Ну, знает, но не любит, например. Знать и любить – это разные вещи. Как говорится, обещать не значит жениться, поэтому можно не любить Баха. Это все индивидуальные предпочтения. Но при этом знать, какие приемы он использовал. Я не могу сказать точно, где проходит эта грань, потому что я могу сказать только одно, что образованность человека в современном мире, пожалуй, как я уже и сказал, измеряется именно его жаждой знаний. Потому что количество информации такое, что усвоить ее полностью вообще не выходит. Не получается. Тебе все время предстоит выбор. Ты можешь быть великолепно подкованным в одной области человеком, но тогда тебе придется откидывать очень много чего другого, потому что у тебя просто головы не хватит впитать всю эту информацию. Либо ты можешь именно хорошо оперировать большим количеством знаний, но не вдаваясь в какие-то крайности, в какие-то дополнительные подробности в научной сфере, потому что всегда есть специалисты узкого профиля. В таком смысле, есть ли какие-то вещи, которые хорошо современному образнообразованному человеку стыдно не знать? Ой, я сейчас буду протестовать. Знаете, что значит стыдно не знать? Ну вот, грубо говоря, человек, там, я не знаю, возьмем ту же культуру гиков, к примеру. Вот они тотально интересуются комиксами и знают всю эту игровую повестку, околоигровую и комиксовую, может быть, там что-то с играми связанное. Но, например, вообще не разбираются, ну, я даже не знаю, в современном киноарт-хаусе. Даже не смотрят. То есть и для них, например, те же вот товарищи, которые сейчас ходят вокруг нашей студии, там, наше отечественное кино современное, которое хорошее и интересное, они тоже его, например, не знают. Не знают, не смотрели Звягинцева, знают, что, ну, вот есть какой-то такой режиссер. Не смотрели, там, не знаю, Быкова, ну, знают там, может быть, а может даже не знают. Вот насколько тогда такой человек будет считаться, да, образованным, не знаю. А можно я примеры жизни просто приведу тоже в тему? Давай. У меня была история, когда наш преподаватель на журфаке сказал такую вещь из серии «Как вы можете не знать знаменитых советских фигуристов Стениных?» И вся аудитория сидит такая «О чем он? Кто это вообще?» И ты вроде не, тебе стыдно, что тебя так, ну, шеймят, что ли, что ты это не знаешь? Но, с другой стороны, почему я должен вообще это знать? Кому он? И уместен ли вообще снобизм в этом, что, блин, как можно это не знать? Есть. Я бы даже больше того сказал, это очень большие комплексы. Потому что человек, обладая определенными знаниями, сразу решает, что все вокруг должны знать ровно столько же, сколько знает он, но ничуть не меньше. Нет ничего стыдного в том, чтобы не знать. Это нормально. Мы не можем все знать. Стыдно только то, что ты не хочешь знать. Вот это действительно стыдно. Если у тебя нет желания что-то узнать, а это единственное, что мы можем делать в нашей жизни, попытаться узнать как можно больше, не потому что это сделает нас счастливыми, но потому что сделает, не знаю, мир интереснее немного хотя бы. А если ты вот законсервируешься в себе, если ты ограничиваешь себя определенной узкой сферой, дальше которой ты не хочешь выходить, тогда это стыдно. Ясно? Понятно. Нужно ли тогда в этом контексте ориентироваться в культурной повестке? Ну вот, допустим, последний фильм Нолана вышел, все его что-то обсуждают, там говорят. Вот мне нужно пойти его посмотреть, чтобы понимать, что они обсуждают. Или мне это окей, не смотреть его, потому что не нравится мне такое кино? Да, здесь уже только вам решать. Ну то есть, когда все обсуждают, и когда вокруг чего-то есть обширные разговоры, ну, если вы, например, непосредственно занимаетесь кинокритикой, то да, вам это нужно по вашей профессиональной обязанности. А так, если вы смотрите кино исключительно ради того, чтобы посмотреть что-то ценное, новое, чтобы там отлично провести время, потому что есть разные уровни восприятия искусства. Есть искусство, когда вы воспринимаете это как профессионал, когда вы, например, тоже занимаетесь режиссурой, и вам нужно посмотреть новый фильм Нолана, потому что необходимо оценить вообще, как там он отснимался или не отснимался, да, там, есть у него еще идеи или нет, какие у него полезные, интересные ходы есть, как у него стиль поменялся, можно ли оттуда что-то позаимствовать, потому что все искусство строится на цитировании, на заимствованиях, это тоже ясно. Если вы просто идете в кинотеатр как зритель, и не более того, то зачем? Ну, не любите Нолана, не хотите на Нолана. Я после его «Интерстерлора» вообще его смотреть не хочу, потому что смотреть на плачевом оконахи в течение двух часов для меня было невыносимо. Хотя все говорили о том, насколько это крутой фильм, можно было привести кучу моментов из истории кино, когда сказать, ребят, нет, не такой, соответственно, зачем? А это, мне кажется, вопрос к тому, насколько ты ок себя чувствуешь, когда все вокруг это обсуждают, и ты вообще не понимаешь, о чем речь. Ну, тут просто... Не, блин, здесь просто про момент вкуса, там, нравится, не нравится. Там, например, мне это, конечно, «Интерстерлор» очень нравится, но, возвращаясь к вопросу про того же Нолана, есть всегда какая-то культурная повестка. Даже не брать там вот фильм, а что-то там, не знаю, более такое, более узкое, чисто, например, московское, например, какая-нибудь... Ну, вот, московское биеннале современного искусства, к примеру. И все. И как только она начинается, в культурной среде, скажем так, ну, и вообще, в принципе, в продвинутой тусовке, все об этом начинают говорить. Что там понравилось, что не понравилось, может быть, там, какие-то очередные там скандалы и прочее. Но может ли человек в таком случае, просто там зритель, считать себя, ну, не знаю, образованным, если он пришел на эту выставку, не понял ничего. И даже не то, что он не понял, он даже об этом, ну, он даже не понимает, как об этом можно говорить. Потому что там, говорят, ну, вот, этот художник лепил из хлебного мякиша 30 статуй маленьких. И это такой труд, там, 5 суток лепил. И такой, думаешь, блин, да зачем? Что это за искусство? Я не понимаю. Ну, и, в общем, короче, вообще не врубаться. То есть, и насколько это тогда в этом смысле, ну, что, значит, ты необразованный. У меня еще, да, насколько окей знать, но не понимать, о чем это? Да даже, ну, не знать. То есть, вот ты приходишь и такой, ничего не понимаю. Очень интересно, но ничего не понятно. Но тут же дело в контексте, в твоем бэкграунде. Если у тебя есть какая-то база для понимания современного искусства, ты идешь и понимаешь. Ну, видимо, ее нет. Если ты идешь впервые. Хотя, знаешь, даже если она есть, не обязательно ты поймешь. Да, ты прекрасно можешь сходить и подумать, нафиг мне вообще это надо. Я лучше пойду в кино или коверс куплю. Здесь, понимаете, какой момент есть с современным искусством? Это вообще очень непросто, потому что современное искусство не то, что находится в определенном кризисе. Искусство всегда в кризисе. Именно за счет преодоления кризиса оно и развивается. Но в современном искусстве все очень сильно решается за счет определенной пиар-повестки, которая существует. То есть даже очень часто даже сами художники никогда не смогут вам сказать, что они хотели так или иначе. Что хотел сказать автор. Есть галерист, который вам говорит, что хотел сказать автор. То, что он пишет по поводу той или иной картины, то является некой аксиомой. И так и продается. На самом деле в этом есть, конечно, определенная доля фальши. Это бывает очень часто. На мой взгляд, искусство должно делать только одно. Он должно производить на вас такой своеобразный вау-эффект. Когда вы стоите перед картиной или еще о чем-то думаете. Это классно. Но тут, наверное, история про то, что ты должен иметь свое мнение по каждому поводу. То есть вышел фильм, у тебя есть свое мнение. Прошла выставка, у тебя есть свое мнение по этому поводу, чтобы быть готовым с кем-то поспорить, сказать, что я вот был, а я знаю, а я в теме, и вообще я такой умный, готов поспорить обо всем на свете с вами. Наверное, тут вот какая-то такая история, что ты должен быть в курсе всего, как бы. А зачем? Не знаю. Чтобы чувствовать себя окей, чтобы не чувствовать вот этот фомо. Здесь, мне кажется, это просто для того, чтобы тупо не тормознуть. Можно предположить, ну ладно, я не буду никуда ходить, выставки нафиг, там ничего не понятно. Последняя выставка, я на которую сходил, это была в 2014 году, там какая-нибудь выставка современного французского художника. И мне ничего не понравилось настолько, что я с тех пор не хожу на выставки. И, соответственно, это какой-то начинается момент деградации, может быть. Вот зря вы больше на выставки не ходите, это что-то всего лишь один француз вас расстроил, что другим-то шансов не дать. Первый момент. Шансы нужно давать всем и всегда. Никогда не знаешь, что на выставке на тебя произведет впечатление, что на выставке на тебя не произведет впечатление. Все бьеннали очень разные. На каждой почти выставке можно встретить того художника, который будет у тебя откликаться лично. Это самый главный момент. Вы идете на бьеннале не для того, чтобы ходить вокруг всех экспонатов и говорить «Вау, гении!» «Гении нафиг!» Все подряд. Глубоко. Я понял. Широко, высоко. Да. И апокрифично, как было в том сериале. Нужно находить то, что близко исключительно тебе. Потому что именно этого и желает любой настоящий художник, чтобы у кого-то это как-то откликнулось. Если этого личного отклика нет, то нет и искусства. Потому что искусство без зрителей не осуществует. И искусство всегда нечто очень личное. Потому что есть какие-то общие знания, есть то, что доступно в интернете, про то, что можно прочитать. А есть то, какой личный эффект на тебя производит та или иная картина, то или иное произведение, скульптура, да все что угодно. Поэтому на выставки ходить необходимо. Но опять же, тогда возвращаясь к истории про галеристов. Получается, если они формируют мнение, ну даже, ладно, не мнение, они описывают как-то сюжет, я не знаю, этого произведения или то, что хотел сказать автор. И еще не поняв, что ты видишь и что ты чувствуешь, может быть, ты уже сформируешь свое мнение относительно этого произведения искусства, даже банально, начиная с того, как называется эта выставка. Ну, есть же вот работа этих кураторов, которые правильно расставляют все экспонаты внутри помещения, как-то правильно оформляют это все. и у тебя уже начинает складываться впечатление об экспонатах, которые ты еще даже не видел. Там написана там выставка, это посвящено, я не знаю, вырубке лесов, а у автора вообще там какая-то, не знаю, висит там просто изрубленный кусок дерева. И ты такой думаешь, о, это потому что рубит леса, а на самом деле он просто там хотел показать злость, ну, грубо говоря. И в этом смысле нет ли вот этого вот перекоса в сторону того, что твое восприятие тогда, оно изначально уже формируется образно галеристами и кураторами? Потому что это типичная ошибка людей, которые приходят смотреть на выставку. К каждому экспонату они сразу подбегают, хотят прочитать про него информацию. Это неверно. Вау. Не, подождите, просто я так не делаю как раз. Вот это в корне неверно, потому что вначале в первую очередь должно быть впечатление. А визуально? Именно через впечатление, визуальное, если мы говорим про живопись, если мы говорим про скульптуру. И иногда с живописью идет аудиовпечатление. Вот, например, какое-то количество лет назад, два года, в 18-м году, кажется, была выставка Верещагина, картина Верещагина в Третьяковской галерее. Там были, соответственно, ну, представлена большая часть его полотен, но было несколько очень существенных ошибок именно в восприятии. Потому что очень все зависит от того, как художник сам хотел представить свои картины. Верещагин постоянно выбирал к своим полотнам музыкальное сопровождение. И без этого его картины считываются не так. Это все должно было быть расставлено и по освещению нужным образом, и по музыкальному сопровождению. Понятное дело, что как бы технически это было бы значительно тяжелее выполнить. Именно в таком контексте в 19-м веке его выставки производили наибольшие впечатления. А как там стояли... Там стоял рояль, за которым играла пианистка. Все картины были развешаны особенным образом, в особенном порядке. И люди все время смотрели на его полотна под музыкальное сопровождение. Это был важный очень пункт. Когда ты представляешь это так, то впечатление у тебя изначально совершенно другое. Когда ты видишь вот эти все полотна под определенное музыкальное сопровождение, у тебя работает тот самый вау-эффект, когда ты такой, черт, а вот теперь я хочу про это узнать все. Потому что есть первый момент, что тебя поражает. И дальше вся информация, которую ты считываешь, она дополняет твое впечатление. Вот этот первый вау-эффект. А не наоборот. То, что ты читаешь информацию и потом пытаешься рассмотреть вот это там. Увидеть и говорить, ну да, вот здесь бедные солдаты. И тут вот, да, я понимаю, конечно, да, интересно. Война, да. Интересная война, да. Ну, то есть это ошибка куратора. Это ошибка того, как в принципе у нас представляют картины. Вот давайте так, я не очень люблю критиковать там те или иные музеи, потому что понятно все, как это делается, но на картины, на любые, нужно ставить художественный свет. Это важно. Потому что картина обладает двухмерным пространством. Это не скульптура. Она должна быть грамотно высвечена, чтобы оказывать на зрителя наибольшие эффекты. В этом отношении, когда мы, например, ходим по Риму и приходим в одну из, например, римских церквей и видим там на стенах Караваджо, мы понимаем, что пытался сделать Караваджо. Без слов. Потому что он повесил эту картину там, где надо. Она висит там с того времени. Она оказывает именно тот эффект, именно с тем освещением, которое было нужно. Потому что все он выстраивает под себя. Например, с черным квадратом. Давайте самый яркий пример. Черный квадрат оказывал на зрителей выставки той 13-го года такое сильное впечатление, потому что висел в красном углу. Потому что висел вместо иконы. И потому что вместо святого образа на людей смотрела чернота просто в виде квадрата. Потому что сам черный квадрат и картина не являются ни в коем случае новинкой. Именно в том культурном коде, в том виде черный квадрат был той картиной, которая производит тот самый вау-эффект, впечатление, почему эта картина стала скандальной, почему она приобрела тот класс. Вы приходите в Третьяковскую галерею сейчас. Вы видите черный квадрат просто на стене. Какие у вас могут возникнуть в этом отношении ассоциации? Эта картина уже невозможна к прочтению, потому что религиозность упала в разы, размещена. Не так. Вы приходили вот в 13-м году на выставку, желая увидеть произведение искусства. На вас смотрели геометрические фигуры, из красного угла смотрела чернота. Все были поражены. Что сейчас? Ничего подобного. Соответственно, тот изначальный код, он просто потерян. Это либо нужно размещать иначе, соответственно, реконструируя вот эту первую выставку, либо давать здесь определенное пояснение, в том числе это каким-то образом дополнять. Потому что в противном случае, ну вы никогда не объясните, какой эффект имел черный квадрат, почему это великая картина, почему вообще оно какое значение имело, что это значило для живописи. Потому что все будут смотреть такие, ну, да, можно и так. Ясно? Понятно. Но в таком случае можно сказать, что никакие фильмы нельзя смотреть с экрана смартфона. Музыку надо слушать только через проигрыватель и через пластинки, если все так зависит от подачи, от каналов, от восприятия. Хорошие фильмы точно не стоит смотреть с экрана смартфона. Это я вам могу сказать. Но мы же живем в таком мире, где хорошо, но мне нужно найти два часа, чтобы посмотреть какой-то фильм, и я однозначно не пойду в кино, потому что его вряд ли показывают фильм какого-нибудь 80-го года. Иллюзион? Да, в Иллюзионе, но там показывают не все то, что я хочу. Может быть, у меня есть проектор, возможно, но если у меня нет проектора, я просто включу ноутбук или подключу плазму и буду смотреть этот фильм. А плазма тоже нормально? Тоже нормально. Телефону не ок. Ну, понимаете, когда вы смотрите, например, какой-нибудь «Властелин колец» на смартфоне, у вас просто ну все теряется, потому что там все сделано на масштаб. Хорошо, ну, короче, понятно. У вас не будет того изначального эффекта. Вы просто, вот представьте себе, вам говорят, вот вы можете попробовать самое шикарное блюдо, которое только есть. Вы такие, да, я бы с удовольствием съел, так хочется это попробовать, но можно мне сосисточку? Вот это примерно так же. Подожди, ну... Вы просто отказываетесь от восприятия. То есть просто сами себе обрубаете канал. Ну, короче, на смартфоне неудеально смотреть. А если я хочу просто посмотреть, как галочку себе поставить, ну вот, чтобы понимать, о чем люди говорят. Чтобы понимать, о чем говорят мои коллеги, например. Можно погуглить. Чтобы быть просто в теме. Чтобы стать своим. Да, да. Сойти за умную. чтобы стать своим. Вот и все. Зачем? Зачем? Ведь если, вот смотрите, все обсуждают, например, о какой-нибудь там последний фильм того же самого Джокера, да, вот обсуждали. Ну вот, и вы смотрите этого Джокера на экране смартфона так и думаете, ну да, ну Джокер. Опять Джокер. Вот зачем просто? Чтобы потом обсудить какие-то отдельные кадры или еще что-то? Вам все равно мало что понравится, если вы смотрите это на экране смартфона, потому что, представьте себе, вот приведу пример из Ристофана, из одной из его комедий, когда он там решает, Дионис решает в Аиде решить, какой трагик лучше, и в итоге ставит двух на весы, и они там, давай, одновременно читать свои стихи. Примерно так, как вы поймете, кто из них лучше. Если у вас возникает какофония, абсолютно искусство достойно того, чтобы ему уделять внимание. А с музыкой? И с музыкой тоже самое. Но если я хочу послушать Баха, мне обязательно идти в консерваторию, я не могу включить ВКонтакте аудио и послушать его так. Все зависит от того, что именно вы хотите сделать. Если вы хотите просто в наушниках сделать себе саундтрек, который был бы вам приятным сопровождением, легко, пожалуйста, сколько угодно, через наушники, благо техника позволяет. Если вы хотите полностью это прочувствовать по полной программе, то это уже чертов эстетизм. И если вы уж хотите, чтобы искусство на вас произвело полноценный эффект, вам нужна определенная игра, определенного оркестра, желательно записанная на аналоговом носителе, желательно с объемным звуком, потому что только в этой ситуации вы прочувствуете то, что есть. Но опять же, возвращаясь, но ведь не факт, что прочувствуешь. Ведь здесь же тоже должна быть какая-то, во-первых, бэкграунд какое-то, понимание хотя бы. Ну и что? Подумается, не статистически слушать. Да, я слушаю на виниле, но лучше бы послушал в проиле. Наушниках, да. Можно приведу пример? Я по долгой профессии, долгое время работал преподавателем, периодически с студентами там устраивал, в том числе знакомил с культурой Чехии. Праги очень неплохая опера, действительно очень неплохая, по европейским даже меркам, при этом недорогая, в отличие от многих других оперных театров. Не особенно кому сейчас из современных студентов интересно, например, травиата. Но важен сам момент, как ты приводишь туда людей, в какой ситуации. Ты можешь до этого даже особенно ничего не говорить, потому что я не люблю что-то рассказывать до того момента, когда люди впервые увидят в самом произведении. Но ты выбираешь места, на которых будет слышно лучше всего. А это в театре, ни в коем случае не портер, это определенные ложи с определенным расположением. Когда люди это видят, они все равно это прочувствуют. Вот именно ты просто знаешь, что там будет хорошая постановка, ты знаешь, что будут хорошие голоса, и они все равно выходят, они напевают, они уже заинтересованы, хотя до этого момента вертия они вообще могли не слышать. Это не значит, что на вас вот это окажет такое влияние. Но изначально нужно давать шанс и смотреть, как это было. Мне вот здесь интересно на тебя спросить в контексте книг. Вот нам преподаватели на журфаке очень часто говорили, что вы не умеете читать, вы не умеете читать. Что они имели в виду? Что ты прочел текст, но ты ведь из него нихрена вспомнить-то не можешь. Ты, слава богу, сюжет вспомнишь, а какие-то детали... Какого цвета были занавески в комнате? Нет, у нас были пары, когда мы сели в серии Буревестника, разбирали полтора часа по строчкам, вот прям по строчкам. И я к тому, что нужно ли каким-то особым образом в таком случае читать книги? То есть окей, если я читаю в метро, или окей, если я читаю с электронного носителя, или окей, если я читаю очень быстро, там, беглым чтением. Да вот даже элементарно тот же пример. Вот в прошлом и позапрошлом году Петрова в гриппе взял «Назбест» премию. Вот я его сейчас читаю, и я не могу понять, за что эта книга стала национальным бестселлером. Ну то есть, типа, конечно, смешно, конечно, интересно, но если это лучшая книга, написанная в 2018 году, я не понимаю, наверное, что-то. Может быть, некому было дать больше. Во-первых, не следите за премией. Это первый момент. Премия, особенно в России, это всегда определенная конъюнктура, и это тоже нужно понимать. И так, в принципе, во всем мире. На регалии вообще не стоит обращать внимание. Ремарк писатель великолепный, а Нобелевки у него нет. А Набоков писатель великолепный, а Нобелевки у него нет. Ну, на что-то же нужно ориентироваться. Какие-то же есть... Но Нобелевка есть у хороших писателей. У Алексеевича. Есть временами иногда. Но вопрос состоит все же в другом. Главное, это не премия. Книга может вообще тебя в определенный момент зацепить с литературы. Здесь всегда очень сложно. Это читать просто для того, чтобы набить какой-то багаж знаний. Ну да, если ты учишься на гуманитарных науках. Ну, эрудицию какую-то. Плюс-минус ориентироваться. Вкутеть или журналистике. Это действительно важно, это полезно. И нужно понимать, что если тебе нужно задать экзамен, то да, тебе там нужны в основном сюжеты, еще что-то. А литература, это всегда что-то очень личное. Это всегда какой-то определенный личный отклик. И поэтому читать, если ты читаешь по-настоящему хорошую книгу, а вот это понять самое сложное. Какую книгу ты читаешь? Ты читаешь проходную книгу или ты читаешь книгу хорошую? Потому что это всегда очень индивидуально. Даже самая лучшая книга для тебя может оказаться абсолютно проходной. И ты на нее никак не отреагируешь. Потому что вот этот вопрос личного восприятия в литературе, он, пожалуй, развит на самый максимальный уровень. Но если ты начинаешь видеть какие-то определенные вещи, которые тебя цепляют, ты должен понимать, что чтение — это огромная работа. Что каждое слово, которое подбиралось автором, оно сделано не случайно. Ни в коем случае нельзя использовать никаких техник скорочтения. Ни в коем случае нельзя читать или пробовать читать как можно быстрее. Потому что это просто убьет весь изначальный эффект. Это должно быть как некое наслаждение, которое ты стремишься продлить или которое тебе хочется получить максимально быстро. Потому что вот тебя зацепило, и все, ты в этой книге, ты больше нигде. У меня, например, такое было с Рахентоном Мистри, его книгой «Хрупкое равновесие». Потому что это тот роман, который пришелся, ну, просто и настолько вовремя, и настолько интересно написан, и с такими действительно потрясающими мыслями, и такое развитие истории, что ты просто читаешь, говоришь «Вау», закрываешь книгу, и хочешь перечитать ее еще раз. Потому что понимаешь, что это сделано просто вот филигранно. Ну, понятно, что бывает, книги попадают вот в нужное время и место, и ты читаешь, и все. Книга зашла идеально. Но для этого же есть даже целые стили. Тот же, не знаю, там, так называемый adult fiction, где книги написаны образно под понимание мира подростков, например. Или есть же целый плац, там, не знаю, детских книг. Понятно, что их можно сейчас читать во взрослом возрасте и понимать по-другому. Но, тем не менее, это же уже изначально продуманная история. Там, я не говорю уже какие-то про более серьезные книги, но вот я просто помню, как я в школе, там, читал того же Паланика и прямо упивался в Паланика. Думаю, о, как круто. А сейчас я просто ради интереса его беру и понимаю, что написано, ну, ну, как-то очень просто, как-то слишком в лоб. И мне кажется, что, ну, как бы да, в школе, наверное, такое заходит. Сейчас уже нет. Но, опять же, это вот про момент того, что все искусство так. Не только, на примере, там, книги есть, и музыка, и картины, но даже, короче, это все к тому, что нельзя, как мне кажется, понять это все насильно или сразу, не имея какого-то бэкграунда. Просто вот ты говорил о том, что, ну, конечно, попасть в оперу и послушать там, потому что там есть и акустика, и народ, и состояние. И, конечно, ты там поймешь, скорее всего, на 100% лучше, чем если бы ты посмотришь это с экрана телевизора. Но у нас же нету возможности за каждой оперой кататься в Чехию. И поэтому, естественно, когда ты, не знаю, приходишь на какую-нибудь выставку, и там люди такие, о, какая картина, вот это все. И ты понимаешь, что на самом деле просто у них больше, как минимум, насмотренность. И как минимум, у них вот есть эмоциональный интеллект, а есть, не знаю, какой-то интеллект культурного бэкграунда, назовем это так. И ты уже можешь легко читать и у Лиса, и тебе заходит это все. Ой-ой-ой. И там, я не знаю. И, в общем, ну просто, как мне кажется, здесь одно, когда тебе книга попадает, а другое, когда ты уже, ну, настолько в этом, ну, скажем так, прошарен во всей этой истории, потому что у тебя есть вот это внутреннее, ну, скажем так, внутренний ум и понимание всей вообще, не знаю, целого огромного пласта культуры. Так здесь вопрос о том, что вы хотите. Если вы хотите разбираться в искусстве профессионально, то это работа, это как бы уже сфера деятельности определенная, потому что это требует от вас всего вашего свободного фактически времени, которому вы будете это уделять, где вы будете изучать непосредственно историю, которую как раз и даст тот самый культурный код. Если мы говорим о восприятии просто как зрителям, то, вот как ты сказал про человека Паланика, здесь самый важный момент, то, что есть такой парадокс, связанный с любым искусством. Искусство умеет ждать, совершенно ждать не умея, потому что пропустил, например, Паланика в детстве, и до свидания Паланика, больше ты его не прочитаешь. Это как над пропастью воржи говорят, что нужно прочитать в подростковом возрасте. Восемнадцать лет. Даже раньше. Как раз не совсем. Я прочитала в шестнадцать. Потому что в тот момент заходит неплохо, но когда ты перечитываешь, вот я, например, над пропастью воржи перечитывал уже в возрасте тридцать трех лет, не так давно. Могу сказать, что лучше зашло, чем в подростковом возрасте, потому что немножко иначе смотришь. Но это очень индивидуально. Ты же прочитаешь в оригинале, а там матюки. Или в оригинале. Ну, в общем, все состоит в том, что это индивидуально, постоянно. То же самое, что, например, там говорят, вот дети не читают трех мушкетеров. Таких они сейчас будут трех мушкетеров читать? Ну, что за чушь? Это была литература, которая была отличной подростковой литературой для наших родителей или наших бабушек-дедушек. Но для современных людей у них горе-под троши. Мне кажется, это в любом. В любом. И это и в музыке, и не знаю, к какому пятнадцатилетнему бах зайдет вот так вот с полточка. Тут к нему надо подготовиться, надо послушать что-то попроще. А включают его в школе, в четвертом классе. Ну, возьмите какого-нибудь пятнадцатилетнего, поставьте его в старый готический собор и врубите ему баха на органе. И посмотрите, как он делает. Ну, это опять же, мы говорим о том, что надо опять ехать в всеми любимые Чехии. На Китай-город можно сходить. Ясно. Понятно. Разное современное искусство. Смотришь, например, на картины Ансельма Кифера, понимаешь, блин, вообще классно все сделано. И вообще заходит многим. Именно потому, что это художник настоящий, которому есть что сказать. А есть очень много художников, которым сказать нечего. Вы думаете, в девятнадцатом веке было иначе? Нет, все то же самое. А одна-две картины, которые остались в истории на выставку. Были некоторые выставки, где действительно практически все было шедевром, но это было очень редко. Если посмотреть на те картины, которые воспринимались тогда в ту эпоху, тоже все было очень по-разному. И было примерно то же самое, что и сейчас. Искусство — это всегда девяносто процентов мусора и в лучшем случае десять процентов того, что останется. А кто решает, что останется в веках-то? Время. Ну, это же как? Ну, это общественное мнение. Это... Ну, то есть люди... Это время. И не более того. И люди к этому не причастны никоим образом. Как, например, Блэйк в определенный момент был забыт, но был вытащен много лет спустя после своей смерти и стал одним из самых популярных художников Англии. Хотя после смерти о нем не говорил почти никто. Это решают люди, но которые будут жить в тот момент, который мы уже не знаем. То есть это про то, чтобы свойство произведения оставаться актуальным через время. Да, то же самое, что Шекспир в определенный момент был отброшен, а романтиками вспомнит вновь. То же самое, что Дон Кихот долгое время воспринимался исключительно как юмористический роман и высмеивание рыцарского романа, а романтики снова смотрели на него иначе. Это стало фактически там всей Библией, архетипический персонаж, да, всей западноевропейской литературы. Это не в силу сделать ни художник, ни современники, никто. Это самая тонкая, самая непонятная часть искусства, которая и делает его настолько интересным, потому что здесь нет ровным счетом никакого расчета. Леонардо да Винчи был популярен какое-то время еще после смерти, потом он был к чертям забыт. Самая знаменитая история, когда Джоконду украли из Лувра, пропажу заметили только в конце рабочего дня. Это по поводу популярности Джоконду еще в начале 20 века. И что было бы, если бы Джоконда пропала сейчас? Но в таком случае, ну, исходя из того, что ты сказал, получается, что если, ну, вот мы возьмем опять черный квадрат, через 50, через 100 лет его тоже все забудут, потому что он теряет свою актуальность, потому что он уже не выставляется в углу комнаты, не производит такой вау-эффект, и через какое-то время он уйдет в небытие. Может быть, нет, потому что в определенный момент он может заиграть совсем другими красками. Вы же этого не знаете. Про Босха забыли многие на очень-очень-очень долгое время. А вот в 20 веке вдруг вспомнили, уже потерян и забыт, потому что в целом потерялась вся народно-спеховая культура Средневековья, потому что она почти не была зафиксирована. И в 20 веке на него иначе посмотрели сюрреалисты, которые сделали его чуть ли не своим главным учителем. И вот Босха открылся вновь. А сколько времени прошло? Ну, то есть нельзя сказать, например, что есть такое умозаключение, не скажу, что это мое, но я тоже об этом иногда думаю, о том, что вот как будто бы раньше, там, 14-15 век, вот мы ходим в музеи классические, и там картины, датируемые и это такое все вау-вау. Потом началось какое-то, ну, может быть, немножечко упрощение этого всего, и как будто бы за последние, там, 40 лет уже ничего такого супервеликого, на что народ смотрит отдельно в отдельной комнате, уже как будто бы и не создается. Ну, то есть, и получается так, что, возможно, что-то уже оно и есть, это великое, но появится оно только лет через 100, и народ допрет только лет через 100. Да. Но допрет ли? Потому что не факт, что у нас вообще культурный код, он останется таким, в каком автор, там, не знаю, сейчас, потому что у нас есть последний такой вопрос насчет того, насколько интернет, в принципе, сейчас и глобализация, оно смывает границы и, в принципе, обесценивает как таковое... И знание. Ну, вообще, да, и знание, и эрудицию, и, скажем так, и все как будто бы очень сглажено становится. Так все зависит от человека, как всегда. Интернет — это всего лишь средство, не более того. Он ничего не способен сглазить, потому что это просто доступ к огромному количеству информации, как это используется, зависит только от человека. Потому что впервые за всю историю на человека сейчас возложена настолько большая ответственность за восприятие информации, с которой, пожалуй, временами он не особенно может справиться. Так а нет ли здесь вот этой вот второй стороны медали, что Джоконду, тот же да Винчи, писал некоторое количество времени, не сидя на Фейсбуке и не Твиттер, а, там, не знаю, попивая венцо, пытаясь урочек и так несколько лет ее рисуя в одинокой комнате. А сейчас из-за вот этого вот постоянного нахождения ВКонтакте человек уже не способен создать настолько громоздкое произведение. Сейчас все такое вот. Разменная монета. Оно происходит, продается, оказывается, кого-нибудь там на яхте или в доме, и все. И как-то остается там где-то. Ничего не поменялось вообще. Все произведения искусства тоже часто оказывались в частных коллекциях, а потом, после смерти владельцев, шли дальше. Совершенно нормально. Все художники в то время были точно такими же коммерческими ребятами. Караваджи писал по несколько копий точных своих же работ для того, чтобы просто повыгоднее это продать. И так было с очень многими художниками. Художники вообще любят деньги. Не всегда их имеют, но любят очень. Это не стыдно. Это постыдно. Художник должен зарабатывать. Но вопрос-то состоит вот в чем. Все зависит непосредственно от человека и от творца. Ничего интернет не обесценивает. Это все просто очередная маска, которую очень любят применять. Ох, современную эпоху уже не то. Вот золотой век прошел. И все вот эти вот бабкины сказки, они на самом деле существуют на протяжении всего времени существования культуры. Еще греки в тот момент, когда творили греческую классику, которая сейчас для нас является абсолютным, говорили, что золотой век прошел. Вот. А все, что мы живем, это уже не то. Это типичное желание человека восславить прошлое и сказать, что все нынче не торт. Или времена нынче. Лезть в прошлое и сказать, что только в будущем все впереди, хотя будущее всегда настолько туманно, что черт знает что там. На момент стоят только в одном. Есть великолепное произведение, есть великолепная литература. И даже в наши дни, которую читаешь и читаешь с огромным удовольствием. Вот тоже не так давно открыл для себя роман Луис Альберто Уреа «Дом падших ангелов». Великолепная книга, которую ты читаешь, понимаешь, вот писатель. Премии не получил, только номинировался. А читаешь роман и понимаешь, что черт, здесь и такие традиции модернизма. И так великолепно просто вот воплощено все, что там было сделано в литературе за 20 век. И такая интересная игра со временем. И так построен сюжет. И такая классная личная история, которая там изложена. И ты понимаешь, что перед тобой мастер. Да, может, это не какое-то суперское открытие в литературе, но ты сможешь это оценить только через какое-то определенное время, потому что ты не знаешь, где и что, как повлияет. Но он натыкаешься на него благодаря тому, что он все-таки был номинирован? Нет. Ну, то есть каким-то образом все равно же я просто хочу оправдать все эти премии. Да, ну, потому что это же все-таки, ну, хоть какой-то, но... Критерий? Ну, да. Грубо говоря, возьмем тоже многострадальные кинопремии, все равно ты смотришь фильмы, которые хоть, но номинируются, просто потому, что ты знаешь, что, наверное, это какой-то процент качества в этом точно есть. Ну, как минимум, это неплохо, да. Ты не заходишь там во ВКонтакте, в группу, там, пять фильмов для того, чтобы у тебя взорвался мозг. Я не знаю, как там эти подборки и какие-то там непонятные фильмы. А непосредственно смотришь на какие-то... Есть же премии, там, менее известные, но, как кажется, как будто бы более объективные. Санденс тот же, да. И ты смотришь там, о, думаешь, ну, все, вот там вот стопудово качество. Да нет такого стопудово качественного. Ну, нет, нет, нет. Знак качества для искусства вообще в принципе. Это просто как бы рекомендация. Не существует этого искусства. Это всегда что-то очень-очень личное. Нельзя сказать, что вот этот вот роман, он великолепен для всех, обалденный и так далее. Каждому человеку это индивидуально то же самое, что с любой картиной, с любым произведением искусства. Это всегда должно находить личный отклик. Ты можешь рассказать информацию, ты можешь рассказать о том, как создавалось это произведение, что туда вкладывало автор, но насколько это найдет отклик. Это всегда индивидуально, потому что знака качества здесь нет. Потому что, давайте так, даже с техникой не существует знака качества. Ну, с точки зрения техники, здесь хотя бы есть какие-то моменты из разряда там, какая камера, какое то, какое все, какое пятьдесятое. Какие-то моменты все-таки можно, ну, математически же определить, что там каждый смартфон состоит из 15 элементов, одна из которых дизайн, там, пятый элемент, это, я не знаю, качество экрана. И, соответственно, по этим элементам он тебе не подходит, а больше подходит какое-то другое. Но, там, с точки зрения искусства, ты не разделишь, не знаю, картину на 20 моментов, где скажешь, что вот мне не нравится сочетание краски, мне не нравится сюжет. Погоди, у меня, кстати, это есть пример в тему. Сейчас в Музее современного искусства в Московском идет выставка, которую они сделали к 20-летию музея. И там есть помещение, зал, который составлен на такой основе, что проводился опрос, какие картины больше нравятся людям. Мы их спрашивали про цвет, про что изображено. И на основе этого опроса повесили картину, которая суммирует самую, типа, классную картину, ну, по мнению аудитории, и самую неклассную. И оказалось, что зрителям нравится масштабные ярко-красные полотна, и мне нравятся маленькие полотна синего цвета с изображением портретов вождей. То есть это можно суммировать и привести к какому-то... Понятно, что это такая ироничная попытка. Да нет, это абсолютно нормально. У вас так все блокбастеры создаются. Вычленяются моменты, которые нравятся, и потом делаются. У вас создается так вся современная музыка. Берут крюки, которые цепляют, и делают это просто на зацикленной мелодии, повторяющейся. И это все очень просто. Вот если просто в плане того, чтобы понравилось на массу, то это делается элементарно. Вот таким же примерно опросом. Но это не знак качества. Это значит, что в данный момент данным конкретным людям эта музыка зайдет. Это искусство зайдет. Это продажа. Потому что это маркетинг, а не искусство. Мне кажется, это хорошее завершение. Особенно то, что мы поговорили по самому музыку. Ну и да, завершая наш часовой спич. Завершим мы музыкантом. Ее зовут Алина Ануфриенко. А может быть, Ануфриенко? Не знаю. Ну, в общем, я как-то раз был на спектакле в театре ДОК, и там был обалденный саундтрек. И я подумал, ого, кто же это такой? Оказалось, это девушка, которая играет на виолончели. И, в принципе, у нее этой весной вышел альбом. Это такой немножечко импровиционный виолончель. Там немножечко перкуссии. Очень много скрипичных. И все такое очень туманное, задумчивое. В общем, как говорится, на любителя. Нет никаких стандартов. Искусство вечно. А, и опять возвращаясь к этому. Олень-животное. Воробей-птица. Россия-наше отечество. Смерть неизбежна. Учебник русской грамматики. Вот это. Да, у нас в гостях сегодня был Николай Жаринов, филолог, литературовед, писатель и главный редактор альмонаха YouTube-канала Artifix. Коль, спасибо тебе большое. Да, большое спасибо. Спасибо за разговор. Это был подкаст «Ясно-понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока. Пока.